Здравствуйте! Меня зовут Юлия Ильницкая, я инструктор по тандре и по женской практике. Сегодня я вам расскажу, что такое отдаленный оргазм и чем отличается, например, от обычного вагинального оргазма или от того же клиториального оргазма. Даленный оргазм – это оргазм всего тела. Как-то полностью ваше тело задоргается, развивается полностью все тело. Вы скажете, откуда такая юная девочка знает, что такое даленный оргазм? Ну да, это тоже была загадка, откуда я это знаю. Ну, на самом деле, я занималась этим более трех лет. Вот, сначала, ну, будто какой-то период в жизни, когда мне вот в 20-летнем возрасте, когда мне показалось, что я перестала вообще что-нибудь чувствовать. Ну, вообще ничего не чувствовала, вообще ничего, ну, заниматься сексом с мужчиной. И я подумала, что, ну, значит, надо же теперь ребенка родить, чтобы хоть было какое-то жизненное удовольствие. Ну, к счастью, как я так всю жизнь сложила, что встретила еще одного парня, с которым я поняла, что я совсем не фрагидная. Вот. Ну, дальше был очень большой длинный путь открытий. Вот. Я прошла через, там, множество всяких видеороликов, просмотров, порнографического характера, обычно обучающего, куча книжек, занятия, билдинг. Вот. Ну, и сейчас у меня это все есть. Вот. И на этом кратком обучающем видеоролике я бы хотела показать просто практики, которые способствуют, ну, я не скажу, что сейчас сразу все откроется, а хотя бы просто приближению к этому длинному оргазму. Вот. Значит, что надо для начала вот для того, чтобы настроиться на эту волну и чтобы все получилось? Сначала надо полностью расслабиться. Это когда, ну, вы ничего не ждете, вы ни о чем не думаете, и просто внимание вы направляете в тело. Да. И очень важно дышать ртом. Ну, вот, когда, вот, уже, допустим, занимались сексом, да, это важно дышать ртом. Да. И еще хорошо было бы позаниматься билдингом, то есть, надо дышать ваши интимные мышцы. Ну, хотя бы, вот, мышцы Кегеля, которые вы сразу находите. Это когда вот вписейся, да, и сжимаются, в общем, мышцы там, в дизон. Вот. Это будет очень полезно. Ну, это легко. Вот. Вы сейчас вот можете потренироваться вот вписейся, да, и вот задерживаете вот это вот мышцы Кегеля. А вот этих мышц уже будет, ну, похвастать для того, чтобы, ну, развить этих мышц, для того, чтобы у вас был тоже скверт. Скверт – это когда вы стимулируете вот точку G, это область, которая находится, ну, вот если зайти снизу, вот двое пальчиком можно щупать сюда, да, и там сразу три-четыре-пять эти меградвисимы с каждой женщиной. Вот. И если полностью расслабиться, позаниматься каким-то, там, какой-то период времени, ну, хотя бы месяц, ну, или хотя бы, там, две-три недели. Просто вот эти тракты, да, прижимать эти мышцы, которые у вас задерживаются подмесить. Вот. И вот прижимать, прижимать. Не делаю, да, и можно пробовать пробуждение миски херстинки. Вот. Просто вот заходите там пальчиками, да, вот так вот. Заходите, вот так вовнутрь, вот так вот пальцы складываете, и вот там, и таким, как призывательным движением, вот к себе. Вот. Область с точки G легко нащупать, она такая будет слегка ребристенькая. Вот. И... Вот, скажите, где-то через, там, дня три вы сможете... Ну, это будет такой, как позыв по песне. Ну, это будет другой, и это будет сквертинг. Женщины разбираются, что это такое, вы сами почувствуете. Можете делать ванной, чтобы вот не было как страшно. Все-таки расти длинного оказывания. А, да. И для того, чтобы этого достичь, вам... Ну, любого длинного оказывания, вам просто необходимо будет убрать все блоки, которые вам мешают в голове. В первую очередь, это... ...боязнь. Вот, когда... Ну, помните, что вам говорили в детстве, да? Вот, все то, что... Ваша сексуальность, как вы себя проявляли, это все называлось нехорошим словом. Ну, и знаете, каким. Вот. Вот то все можно делать. Все. Абсолютно. Все, что вам когда-либо хотелось, все можно делать. И это все не то плохое слово, которое вас называли в детстве. Вот. Для того, чтобы это достичь, надо просто... Ну, просто не бояться. Вот. И действовать. Кому-то может понадобиться сеансы психотерапии. Вот такое тоже может быть. Ну, в принципе, если вот... Сейчас то, что покажу, все произойдет правильно, то можно обойтись без психотерапии. Значит... Причем практической части. Первое. Выключается музыку. Спокойную. Выдлинную. Такую. Такую. Полностью уносящую вас. Общать сюда вы напряжь. Ложитесь. Или удобно садитесь. И полностью положайте ощущения в свое тело. Что вы там чувствуете. Какое оно. И старайтесь думать о том, что вот скоро вы будете делать практики, которые помогут вам пробудить вашу настоящую женскую бюджету, вашу сексуальность, ваш долинный оргазм. Вот. Вы расслабляетесь максимально. Просто смотрите самую любимую музыку. Но только что она была позитивной. Ну, можно даже без слов. Можно какие-то вот восточные там мантры найти. Какие-то особые вибрации. У вас оптичек. Шум воды. Ну, что-то такое вот успокаивающее. И погружайтесь там. Ну, на 5-10. Своё тело. Как оно там. Можете посмотреть, что с вашей маткой происходит. Где она. В каком она состоянии. Вот. Попробуйте прочувствовать своё тело. Чувствуйте своё платье. Свои руки. Свои ноги. Свои внутренние органы. А также свои половые органы, которые вам дают образцы в этой жизни. И потом, когда там музыка заканчивается, она спокойная, спокойная. Потом я помню, из этого вообще куда-то трансовую. Когда вот вы можете там 10, ну, просто танцевать вот всё тело. Вот танцевать. Свои мысли. Это у тебя свои страхи. Просто вот их как бы скидывайте там. Можете входить в них. Можете расслабляться. Все что угодно. Вот. Это, в общем, чем это живее будет, тем будет больше пользы. Лучше, что на вас вообще там, никто вас не видел. Или с подружкой там, кто-то вдвоём. Ну, или с вашим любимым. Просто танцевать вот всё это вот. Вы с себя это всё выходите. Вот танцевали. И потом вы делаете практику. Она больше, знаете, не называлась рефлекс органом. Но она больше на силу духа, нежели на подготовку тела. Вам просто, вот у меня, как следующее упражнение, надо бы представить, что это лис бесконечно долго. Что вот, как вы стоите, что это вот никогда не закончится. Что вы просто живёте в той позиции. Например, как там согнулись, да, и вы в этом живёте. Там 10 минут стоите. Что вы это существо, и так будет всегда. Вот вы всегда так будете стоять. И вы такое вот существо, которое живёт, и ты ему в такой позе. Всегда. Потом проходят 10 минут, поменяете позу, и так вы живёте. Теперь оно новое существо, которое вот так вот живёт. И понимание этого вам даст силу выстоять. Вот. Там 40 минут, пожалуйста, не длится. Это очень тяжело. Согласна. Но вы сможете. Если вам это течено, то вы сможете. Вот. Делать упражнение хотя бы раз в неделю, вы значительно предвинетесь вот в развивании его. на пути к совершенству, к стремлению, к долину оргазма. Сейчас я вам покажу, как это делается. Ну и всё. Ну, собственно, сейчас без практики рефлекс оргазма. Для начала вы останетесь вот в таком позе. Вот. Вы ложитесь полностью на спину. Ставите. Ставите вот клышки под пятки. И поднимаете лобок вверх. Поднимаете лобок вверх. Вот. Поднимаете лобок вверх. И так выдержите 10 минут. Вот. Просто здесь проходят 10 минут. Вообще ничего не делайте. Думайте всё что угодно. Главное, что у вас в 10 минут. Так. Вот. Ну, допустим, 10 минут прошло. А у вас там какой-то таймер будет. Или какая-то подружка. Или да. Вы можете таймер спросить. листом себе которая была. Ты выдержите 10 минут прошло. Или просто треки. Такое проще. Подберите. Мы сакалили. Чтобы вы понимали, что вот 10 минут. Ну, здесь где-то повесили. Вот. Вот. Потом вы убираете руки в обновь. Руки ложите в тот тело рядышком. Снова поднимаете вверх. А тянетесь максимально лобком вверх. Всё время. Вот. Так тоже мы стоим 9 минут. Вы запомнили, да? Сначала булочки, потом без них. Вам уже очень интересно, как хочется опуститься. И начинаем вот такие вот вверх. Чувствуйте, как в вашем мозге происходит сейчас. Вот. Можно как-то интенсивнее больше. Вот так вот идите в силу. 20 минут. Так вы сделаете. Вот копчиком не бейте. Это больно. Просто можно вот так захотеть. Затом еще как-то вот. С обмотивом будет извиваться постоянно. А главное все время интенсивно двигать вверх. Потом вы опускаетесь. При течении 20 минут. Опускаетесь нить. И очень приятно потихоньку. Вверх. Вот берете ноги, да? И сводите их как бы к себе от себя. Вот. Вот. Это как когда вы занимаетесь сексом, потихоньку как-то извивляетесь. Я спрашиваю вот, 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 потихоньку как-то. Это может быть даже незаметно. Но там внутри вы чувствуете, что это вибрация. Вот. Вот. Как бы внутренние мышцы вы подтягиваете ноги. Вот эти вот связки, да? Подсадите ноги к себе. Медленно от себя. К себе. Ну, его сам будет двигаться. Вы ее куда-то вообще не могут вынуть. От себя. Вот. И очень медленно это все делать. Потом если он может, наверное, настигнуть ногу. Когда он пробуждается, то он может, там, какими-то полно вы хотите. Я думаю, это хорошо. Вот тут пробуждение. Могут ту разно-разную тему вибрации и все. Дальше. Когда вы это поделаете, что может на следующем этапе? Для мужчины, ну вообще, я не знаю, с сексом, очень важно, чтобы вы давали мужчине энергию. Чтобы женщина была наполненной. Потому что женщина состоит просто с бесконечным количеством энергии. И мужчина, он завоеватель. Ему надо постоянно поддерживать женская энергия, поддержка. Вы, в принципе, даже можете вообще ничего в этом жизни не делать. Главное, чтобы вы обеспечивали мужчине энергию. И это правда. Есть еще множество разных техник, которые позволяют набрать эту энергию снизу в вашу матку. И во время этой сексом, во время оргазма эта же энергия женская будет вам очень сильно помогать. Оно будет у вас счастливее, сильнее, удовлетвореннее, богаче. Все, что вы хотите. Вот упражнение, которое мы сейчас делали, да, с оргазмом, оно вам помогло почувствовать, где находится женский центр. И вот в то же место вы будете сейчас набирать энергию. Вы можете делать стоя, можете сидя, можете лежа. Варианты в этом упражнении не просто тысячи. А с ней задача какая? Вы чувствуете, как вот из земли, вот, с магмы. Оттуда склабинируется с этого, с красного, такого глубокого, кларусного цвета. Какая-то энергия, вот, она поднимается вверх, вверх и прямо к вам идет. А может заходит через ноги, если вы стоите. Если вы сидите, то прямо сразу в телескоптике, сразу вот ваша матка наполняет вас женской энергией. Вы чувствуете, как становится все больше и больше и больше и больше. Это можно делать где угодно. Но, может, даже когда вы идете, не уйдете, я хочу, чтобы трудно сконсидировать себя будет. Когда вы стоите, там, где-то на остановке. А можно при этом еще мышцы сжимать. Вот, выжимать свои мышцы в промежности, как, надо, собственно-таки, накачивать, еще сильнее накачивать, накачивать, ну, вот. Ну, вот, сейчас поделать, думаю, что сейчас надо уже почувствовать это. Это похоже на... Ну, это очень приятно, это сексуальная такая конверсия. Ну, как, ну, сейчас разгадывается. Ну, что, на этом сегодня все. Поздравляю всех с прошедшим 8 марта. Поздравляю всех с прошедшим 8 марта. Пусть каждый день будет прекрасным, в зависимости от того, как вы провели вчерашний день. Ну, если хорошо, то пусть так же будет прекрасным. Если, ну, ну, не так, как бы хотелось, то... Пусть все-таки ваша жизнь будет такой, как вы сами захотите. Будь прекрасным, наполненным. Наполненным удовольствием и оргазмом. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok